Привет, гору, и добро пожаловать в очередной эпизод. Биткоин продолжает падение, обновил там локальный минимум. Вот сюда опускался биткоин, когда была эскалация на Ближнем Востоке, а теперь прошел еще ниже. Тут вроде бы отскочил уже на 61. Посмотрите, какие объемы были на выходных и какие после выходных. Биткоин отскочил на 61 тысячу долларов, но опускался на 59. Может быть, кстати, тут и двойное дно. Это мой телеграм-чат, там трейдеры общаются. Капитализация рынка 2,2 триллиона долларов, 204 тысячи посетителей на моем сайте, bitcoinprice.live. И вот, посмотрите, последние несколько минут. Это 15-минутка. Биткоин отскочил на 61 тысячу. Не знаю, может быть, это двойное дно. Посмотрим еще на TradingView. Регистрируйтесь на Bybit, получайте бонус. А также там начинается соревнование трейдеров. Призовой фонд 10 миллионов долларов в этот раз. Поэтому давайте выиграем. Заходите в мою команду. Ссылочки есть в описании под видео. Присоединяйтесь к команде. Индекс страха и жадности зашел в зону страха. Очень быстро зашел в страх. Доминация биткоина 53% и биткоин 60 тысяч 800 долларов. Заходят покупатели и пытаются протолкнуть биткоин вверх. Сделаем в этом видео теханализ биткоина. Покажу вам свой торговый аккаунт и свои ордера. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. И давайте перейдем на графики прямо сейчас. Открываем биткоин. Начинаем с недельного таймфрейма. Биткоин на этой неделе идет вниз. Посмотрите, какая свеча. С 65 тысяч опустился на 59. Стохастик направлен вниз. Скорее всего, биткоин идет на 50 тысяч. К нижней границе этого канала. Похоже, было на рост, что будем выходить вверх из этого канала. Но потом была эскалация. Иран, Израиль. И биткоин вниз пошел. Война – это нехорошо. Для рынков. Это сумасшествие какое-то. То, что происходит в этом году. Криптогуру бот все еще держит сигнал на покупку, который он дал в феврале прошлого года, когда биткоин стоил 20 тысяч долларов. И пока что не перевернулся в продажу. Биткоин-индикатор бот дал сигнал на продажу. На прошлой неделе. Опускаемся на дневной. Здесь у нас биткоин-четок пытается восстановиться. Стохастик в перепроданности. Пытается развернуться вверх. Еще как бы не развернулся, но пытается. Сквиз моментум идет в красную зону. Интересно. Скорее всего, поддержка на биткоине вот здесь. На 59 тысяч. 59, да. Но похоже, что легко может пройти и ниже. И активировать заявку на 56. И там у меня ниже основная на 50 тысяч. На 51 я поставил заявку на 10 битков. Давайте на 4 часа. Хорошая поддержка на 59. Биткоин уже туда почти дошел. Но что интересно, слушайте. Биткоин обновил локальный минимум. Кто-то мог бы, конечно, сказать, что это двойное дно. Но на самом деле это не двойное дно. Тут биткоин развернулся. Но вот здесь он прошел ниже, чем предыдущий минимум. Вот смотрите, тут была эскалация. Биткоин опустился на 60 тысяч. А вот здесь биткоин опустился на 59 тысяч 900 долларов. Это нехороший знак. Уровень поддержки биткоина на 59 тысяч. 59,472. Но я бы заходил от 56 тысяч. Вот две торговые идеи у меня. 56,078. 100 плюс 54,621. И еще одна торговая идея. Зайти на 50 тысяч долларов. 50,372. И 100 плюс на 48,364. Там я поставил заявку на 10 биткоинов. Две такие торговые идеи на биткоине. Покажу сейчас свой торговый аккаунт. Но сначала напомню, что если вы хотите торговать вместе со мной, то под видео полезные ссылки. На Байбит регистрируйтесь, получайте бонус до 60 тысяч долларов. Проходите мои курсы по криптотрейдингу. Учитесь в теханализу. Также трейдерский турнир. Запускается на Байбит. Можете отсканировать этот QR-код и присоединиться к моей команде. Либо же пройти по ссылке, которая есть в описании под видео. Этот трейдерский турнир будет проходить до 31 октября. Призовой фонд – 10 миллионов долларов. Максимальное вознаграждение на команду – 563,718 долларов. Индивидуальное вознаграждение – 1 миллион долларов. Первые 10 трейдеров, которые присоединятся, получат по 70 долларов. До 4 октября нужно зайти в команду и наторговать минимум на 2 тысячи. Сделайте торговый объем 50 тысячи. Участвуйте в розыгрыше. Даже если у вас ПНЛ будет минус 100 процентов, у вас остается шанс выиграть хорошие призы. Яхты, роликс, билеты на мероприятия и так далее. Не пропустите и присоединяйтесь к моей команде. Теперь мой торговый аккаунт – 646 тысяч 200 долларов. Эта эскалация Иран-Израиля подкосила мой баланс. Примерно 90 тысяч я потерял на этом аккаунте. Но по месяцу я все еще в плюсе. Но несколько дней назад тут было плюс 190 тысяч долларов до этой эскалации. Но, к сожалению, я эту сотку не зафиксировал. Это мои трейды на биткоине. Вот там я продал по 65 тысяч, затем купил биткоин по 52 тысячи. И теперь биткоины – 60 тысяч долларов. Было бы, конечно, лучше продать по 65. Фиксануться там. Пока что открытых позиций у меня нет, но расставлены ордера. На 10 биткоинов по 51 тысячи. Эфириум на 2200 я поставил. 93 эфира хочу там взять. 2400 салан по 80 долларов. И 2 миллиона 400 доджкоинов по 8 центов. И вот то, что я держу в данный момент. Я вчера прикупил немного крипты, но в основном пока что в USDT. Смотрите, у меня здесь примерно сколько? 646 тысяч 200 долларов на балансе. MCRT на 73 тысячи 400 долларов. Биткоин на 37 400. Это я вчера взял. Ворлдкоин на 33 900. Юнисвап на 27 тысяч. Это примерно на 170 тысяч я набрал. А всего на балансе 646 тысяч 200. То есть я пока что наблюдаю, по сути, за рынком. В основном. Потому что 67% у меня от баланса в USDT. Пока что, по сути, ничего не взял нормально. Теперь давайте посмотрим на эфириум. И затем... А, нет. Давайте лучше почитаем комментарии сначала, а потом уже пройдемся по эфиру. Джеймс, похоже на массивный M-паттерн, который формируется и может увести биткоин на 50 тысяч. Что думаешь? Ну я как раз там и поставил на 50 тысяч торговую идею. Твои видео вдохновляют. Спасибо. Спасибо, Ребекка. Хороший теханализ. Самая база. А если не пойдет ниже, ну тогда деньги есть купить в любой момент. Что-то мне казалось, он говорил, что биткоин вверх пойдет. Ну так оно и было. Но просто потом эскалация Иран-Израиль. И все развернулось. Манипуляция. Война. Да это все из-за китайских рынков. Война ни при чем. Да, потому что китайское правительство включило печатный станок. Потому что китайская экономика в опасности. Поэтому они начали печатать много денег. Вот почему растет китайская экономика. Но это она как бы растет, потому что печатают много денег. И когда такое случилось в Америке, то у нас тоже самое там будет. Массивный рост на рынках. А теперь они повышают ключевую ставку, чтобы бороться с инфляцией. Джеймс, жди на 43.38. А если начнется мировая война, тогда на 28.25. Очень возможно. Эти войны, они очень сильно влияют на рынки. И это серьезные конфликты такие. Не просто какой-то локальный махач. У тебя хороший канал? Пожалуйста, сделай теханализ BNB, Джеймс. Ну тогда давайте на BNB и посмотрим. Но мне на самом деле задают тысячи вопросов каждый день. Вот вчера, например, 50 тысяч просмотров моих видосов. Так каждый день вообще стуковалит. Просмотров это только по англоязычному каналу. Но тут в принципе такой же паттерн, как и на биткоине. На крупном таймфрейме. Похоже, что все-таки бычий флаг на BNB. Огромный такой бычий флаг, смотрите. Если эта фигура отработает, мы можем измерить расстояние, которое пройдет BNB. По выходу из этого флага. Но тут может быть хороший выход. Массивный буллран получится. Может прийти на 874 доллара. У меня, кстати, много BNB еще. Я держу. Где можно было бы зайти в лонг. Я бы это сделал от уровня поддержки. Но посмотрите, это канал, в котором ходит BNB. Очень четко. Можно увидеть 400, 600. Затем 400, 600, 400, 600. Поэтому лучший вариант взять будет, когда BNB снова опустится туда же. Отсюда я бы поставил. Не забываем стоп-лосс и тейк-профит. Тянем на мою цель. BNB может хорошо вырасти. В общем, я бы открывался на 465. Стоп-лосс на 440. Риск 25 долларов. Заработать можно 405. Это в расчете на 1 BNB. Соотношение риск-прибыль 16. То есть, если вы купите BNB на 1000 долларов, то ваша потенциальная прибыль 16 тысяч. Если на 100 тысяч долларов возьмете, то тогда прибыль 1,6 миллиона или сколько. Ну, в общем, такая торговая идея. На BNB. Прекрасно. Теперь давайте. Что давайте? Да твиттер мы почитаем, давайте. Не забудьте подписаться. Это мое вчерашнее видео. А это конкурс, который я провожу в твиттере. Два часа остается до завершения. Можно выиграть 500 USDT. Думаете ли вы, что коррекция на биткоине уже закончилась? Прокомментируйте, поделитесь. И я выберу одного победителя из комментариев, который получит 500 USDT. Спасибо всем, кто поучаствовал. 54% сказали, что биткоин теперь пойдет вверх. И 46% говорят, что пойдет еще ниже. То есть, практически пополам поделилось мнение. 1179 голосов. Набрал этот опрос. До завершения этого опроса остается час 55 минут. Можете проголосовать прямо сейчас. Три часа назад. Биткоин продолжает падение. Будут ли роботокси Тесла доставлять хавку из Макдональдса? Если так, то доставка Uber покойся с миром. 10 октября. Макдональдс тут на что-то намекает. А Илон Маск ржет с этого. Интересная интрига. Тесла упала на 4%. Но затем восстанавливается. Они выпустили квартальный отчет. А Уолл-стрит остался недовольный. И еще эскалация. И поэтому Тесла падает. Оптябрь. Криптоинвесторы. Иран-Израиль. Когда все говорили про Оптябрь, то нужно было уже беспокоиться. Ну что ж, на этом все на сегодня. Подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите колокольчик. Прошлись по биткоину, BNB. А эфир сделаем уже в следующий раз тогда. Обязательно пишите в комментариях, какую монету мне проанализировать. Я сейчас в основном в USDT. Взял вчера немного крипты. Я также инвестировал в сотни разных проектов. Но прямо сейчас, на этом торговом аккаунте, я в основном кэше. И я расставил ордера еще. Всем хорошего дня и увидимся завтра.